всем привет и слава украине ну что сказать по поводу вчерашнего выступления нашего премьера арфи нет возьмите бубен нет друзья правда я действительно думал что по меткому выражению владимира копчака удивить нас можно только приятным но я ошибался при некоторых других обстоятельствах вчерашний спич нашего премьера в парламенте который он действительно хочется слушать на бис еще еще раз и сочувствовать тем которые не знают грузинского языка которые не могут послушать и первые на самом-то деле можно считать приятной неожиданностью потому что ну прикольно но как сумме что речь идет о твоей стране становится грустно чуть не хочется поэтому давайте серьезно то о чем говорил вчера премьер обвинив 34 политика 34 политика как внутри грузии так и за ее пределами в предательстве в действиях против грузии так далее и тому подобное это скажем так можно посмотреть в сми я сейчас на этом обстанавливаться подробно не буду давайте лучше посмотрим что происходит на самом деле мне вчера задали на ю тубе очень интересный вопрос я очень люблю такие вопросы даже три вопроса первый считаю ли я коломольского олигарха второе правильно ли сравнивать слугу народа с партии грузинская мечта в том смысле что за обеими этими партиями стоят олигархи если нет почему если да то тогда последний вопрос то кто внутри грузии или вне ее предъявляет претензии к руководству грузии в том числе сетую на подковерное влияние олигарха и ванишвили должен ли он повторить эти обвинения по отношению к руководству украины я ответил на ответил достаточно коротко давать я пошире отвечу чтобы было понятно потому что понятно что писать долго было невозможно первое конечно коломольский олигарх коломольский не имеет никакого отношения к партии слуги народа том смысле что коломольский не принимает там никаких стратегических решений что такое пункт оде олигархизации которые еврокомиссия включила в пункт 12 это пункт о том чтобы конкретный олигарх можете не называть его олигархом просто конкретное физическое лицо гражданин бизина иванишвили не принимал стратегически важные решения для страны вместо правительства на самом деле происходит что это можно они могут это отрицать не отрицать но мы-то это все знаем то есть конечно же мне могут сейчас сторонники грузинская миссия сказать что нет это не так нет это так самое главное решение стратегически важное решение по внешней политике и по внутренней политике понимается исключительно остальное остальное вот мелкие вопросы средние вопросы они решаются на уровне правительства в силу их компетентности или некомпетентности но вот главное в основном по бизнесу по экономике по деньгам все это принимается на уровне правительства но в том числе отказ от соглашения шарля мишеля вот и знаменитый отказ для тех кто не в курсе повторюсь в двадцатом году провели такие выборы что оппозиция отказалась входить в парламент приехал шарль мишель это президент евросоюза три раза приезжал три раза еще присылал своего представителя не помню его фамилию что не есть хорошо нужно быть признательным за такие вещи так вот титанические усилия вложил свой личный авторитет вложил заключили это соглашение почему-то кстати нас движение это наша главная оппозиционная партия не подписала там не были свои какие-то заморочки но дело не в этом соглашение было прекрасным необходимым и там были условия главные условия провести судебную реформу провести реформу избирательного права грузинская мечта апеллируя к тому что нас движение же не подписала ну кстати они вошли в парламент отказалась от этого соглашения вы понимаете в чем дело даже без этого соглашения нужно было проводить судебную реформу реформу избирательного права нужно было это нормально если мы хотим европу кстати в тех же двенадцати пунктах опять повторены пункты из того же соглашения мы топчемся на одном и том же месте так вот это это решение это решение конечно же иванешвили это не решение тогда он был вообще представителем правящей партии это не решение клерков даже самого высокого уровня это понятно так что представить себе что коломойский вдруг примет решение стратегически важное о том что вот вы знаете вот это не делаете вот с этой страной не иметь и отношений или по евроинтеграции так далее это практически невозможно это и есть олигархат а то что олигархи имеют влияние если не дали влияние связи во власти то что есть коррупционная схема тут уходе что они есть чем речь к сожалению в постсовке и только вот это разные вещи вы же понимаете это теплая и круглая так что поэтому обсуждать слугу народа об этом плане просто некорректно и самое главное понимаете в чем дело проблема ведь не в том что конкретных гражданин олигарх не олигархи еще раз не важно влияет на политику а проблема в том что его он влиял на политику раньше и запад это вполне устраивало никто ничего не говорил проблема в том что сейчас он начал нарушать правила системы что это за система на протяжении 20 лет грузия твердо заявляла мы придерживаемся евроатлантического курса во внешней политике благодаря этому мы получали плюшки от сша и европы в виде и финансовой помощи и техно технической помощи что тоже очень важно и поддержки международные так далее и плюхи от россии очень серьезные очень больные в том числе и 2008 года не только 2008 сейчас не будем обсуждать хорошо это плохо это та реальность которую нельзя изменить потому что это прошлое так вот есть хорошо известное выражение о том что внешняя политика это продолжение внутренней ну в нашем случае все точно сюда наоборот ребят в нашем случае внутренняя политика является продолжение внешней и когда 2012 году внутренняя политика саакашвили перестала соответствовать вот этим системным требованиям которые менялись тоже менялись от администрации от одной администрации от сша от другой если бы был бы джон маккейн победил бы на выборах возможно было бы совсем все по-другому саакашвили лишился власти причем лишился власти демократическим путем каким демократическим путем тут тоже есть нюансы но об этом если хотите поговорим отдельно пишите в комментариях возвращаясь к сегодняшнему дню сегодня уже не только внутренней но и внешняя политика власти не соответствует правилам той системы в которой мы находимся внутри которой мы находимся и находимся как я уже сказал уже очень давно долгое время разделяем внутренним противоречиями коллективному западу которого не существует потому что в этом коллективном западе есть португалия из финляндии есть турция вы можете себе представить да но тем не менее что-то такое вот есть было откровенно не до грузии в принципе значит заявление власти устраивали курс устраивал что там они какой маленький гейшерд они делают на бизнесе с россией власти но вот утро февраля когда россия начала агрессию против украины но все изменило система выклистовизовывается буквально сейчас я ее сейчас назову словно рамштайна рамштайн это ответ на агрессию россии это санкции это военная помощь украине но это не только военная помощь ленд-лиз это что только про украину да ничего подобного почитать закону кстати очень небольшой советую почитать ленд-лиз это закон о военной помощи всем тем странам которым угрожает россия и те которые в рамштайне соответственно так вот мы в рамштайне и конечно же это была не инициатива наших властей потому что если бы у нас была бы релевантная власть мы бы были бы если не в первом первом рамштайне допустим собрались только члены нато то во втором рамштайне точно отсутствие грузии слишком бросается в глаза поймите это вот как щербинка во рту со здоровьем блестящими зубами но не получится голливудская улыбка без нашего скромного участия не получается поэтому все надежды на то что в конечном итоге на западе забьют и скажут да и черт с ними мол есть дела поважнее наивны или власти грузии будут соблюдать правила или в грузии будет другая власть весь вопрос в том насколько наши власти способны соблюдать правила это тоже важно но выступление премьера это вполне может быть такой жертвой на алтарь грузинской мечты то есть но в конечном итоге мы это наблюдали много раз он взяли и свинили власть грузии путем того что сменили премьера сколько у нас было примера самые разные на любой вкус на любой вкус у нас были примеры и тот же жарибашвили первого издания при кашвили бахтадзе я могу кстати пропустить кахария и опять то есть вы понимаете в чем дело все это одна и та же власть потому что власть это власть и в конечном итоге если сейчас его сменят еще на кого-то от переменными слагаемых сумма не изменяется ведь так мы это знаем но другое дело что сейчас придется менять сумму придется менять сумму потому что ну не может россия победить в украине не может и запад принял стратегическое решение нанести стратегическое поражение россии в этих условиях быть в системе быть свободным от системы не получится хорошо это плохо наверное не наверное стопроцентно хорошо то есть обстоятельства сложились таким образом что как там активного судьба ведет а пассивного тащит вот сейчас данном случае судьба нас тащит поэтому верим в ссо и слава украине а